Привет, друзья! Ну вот и осень, листья летят, Ветер ветрит, гроза грозит. Люблю грозу в начале мая, А тут гроза в ноябре. Вот несчастье, а может быть, счастье? Впрочем, как бы там ни было, У меня для вас, как всегда, Припасена целая куча сказок и историй И про счастье, и про несчастье. С чего бы только начать? Пожалуй, начну я с волшебной истории, Которая называется «Калоши счастья». Часть первая. Начало. Дело было в Копенгагене, На восточной улице, Недалеко от Новой Королевской площади. В одном доме собралось большое общество. Иногда ведь приходится все-таки принимать гостей, Зато глядишь, и сам дождешься когда-нибудь приглашения. Гости разбились на две большие группы. Одна немедленно засела за ломберные столы, Другая же образовала кружок вокруг хозяйки, Которая предложила придумать что-нибудь поинтереснее. И беседа потекла сама собой. Между прочим, речь зашла про средние века, И многие находили, что в те времена Жилось гораздо лучше, чем теперь. Да, да, советник юстиции КНАП Отстаивал это мнение так рьяно, Что хозяйка тут же с ним согласилась, И они вдвоем накинулись на бедного Эрстеда, Который доказывал в своей статье в Альманахе, Что наша эпоха кое в чем все-таки выше Средневековья. Советник утверждал, Что времена короля Ганса Были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества. Пока ведется этот жаркий спор, Который прервался лишь на мгновение, Когда принесли вчерашнюю газету, Впрочем, читать в ней было решительно нечего, Пройдем в переднюю, Где гости оставили свои пальто, Палки, зонтики и калоши. Сюда только что вошли две женщины, Молодая и старая. На первый взгляд их можно было принять за горничных, Проводивших сюда своих старых бары. Но приглядевшись повнимательнее, Вы бы заметили, что эти женщины Ничуть не похожи на служанок. Слишком уж мягкие и нежны были у них руки, Слишком величавы, Осанка и все движения, А платье отличалось Каким-то особо смелым покроем. Вы, конечно, уже догадались, Что это были феи. Младшая была, если не самой феей, Счастье, То уж, наверное, камеристкой Одной из ее многочисленных камер Фрейлин и занималась тем, Что приносила людям Разные мелкие дары счастья. Старшая Казалась гораздо более серьезной. Она была феей печали И всегда управлялась Со своими делами сама, Не перепоручая их никому. Так, по крайней мере, Она знала, Что все наверняка Будет сделана как следует. Стоя в передней, Они рассказывали друг другу, Где побывали за день. Камеристка камер Фрейлины Счастья Сегодня выполнила всего лишь Несколько маловажных поручений. Спасла от ливня Чью-то новую шляпу, Передала одному почтенному человеку Поклон от высокопоставленного Ничтожества И все в том же духе. Но зато в запасе У нее осталось нечто Совершенно необыкновенное. Нужно тебе сказать, Закончила она, Что у меня сегодня день рождения. И в честь этого события Мне дали пару калош С тем, чтобы я отнесла их людям. Эти калоши обладают Одним замечательным свойством. Того, кто их наденет, Они могут мгновенно Перенести в любое место Или в любую эпоху, Куда он только пожелает. И он таким образом Сразу обретет счастье. Ты так думаешь? Отозвалась фея печали. Знаешь же, Он будет самым несчастным Человеком на земле И благословит ту минуту, Когда, наконец, Избавится от своих калош. Ну, это мы еще посмотрим, Проговорила камеристка счастья. А пока что Я поставлю их у дверей. А вось кто-нибудь Их наденет по ошибке Вместо своих И станет счастливым. Вот в какой между ними Произошел разговор. Полную версию Этой аудиокниги Можно купить В интернет-магазине Аудиобук.ус